Листы с вопросами, бланк для ответов, чёрная ручка. Всё как на серьёзном экзамене. Перед тем, как поставить галочки в тесте, участники прошли регистрацию. При регистрации мы записывали фамилии и имущества участника, которые принимали участие в данном диктанте, выдавали им бланки и гелевые ручки. Самая многочисленная площадка – филиал Муравленковского колледжа. Здесь написали диктант 112 участников. На нашей площадке проводится российская акция в шести аудиториях. Студенты принимают активное участие для того, чтобы продемонстрировать, насколько они знают историю, исторические факты Великой Отечественной войны, свою грамотность. Одни участники диктанта признаются, чтобы результат не разочаровал, пришлось освежить в памяти историю Второй мировой. Я углубленно изучал это, читал, смотрел фильмы разные. И в-третьих, я бы хотел всю эту информацию показать на этом диктанте, что я изучил. А другие, наоборот, решили проверить остаточные знания. Морально настроился, не стал углубляться и решил чисто отсканировать, насколько те знания, которые были заложены еще нашей советской школы, как они дадут какой результат. Главное, конечно, не оценка, ведь двойку за диктант не поставят. Важно сохранить историческую память. Хотел бы, чтобы молодежь это тоже по достоинству оценила. Здесь не столько там даже самооценка какая-то там, насколько ты знаешь, а сколько, чтобы проявился интерес к познанию и к своей истории. Поскольку деятели находятся, которые просто искажают эти события, пытаются перековеркать. Заинтересовать подрастающее поколение, мотивировать изучать историю – задача подобных акций. Но, как признаются учителя, все начинается с семьи. Если родитель не заинтересован, то и ребенок не будет заинтересован. В школе все темы, все мероприятия, которые связаны с патриотикой, все дается. Заинтересовываем детей, чтобы они на самом деле увлекались. Ответили почти на все вопросы диктанта победы правильно. Зинаида Исаева, Айгуль Валиева, Михаил Марков, Данила Индюков. Новости Губкинского.